Девушки отдыхают Заните в колокол, переходим к главным новостям за неделю Компания Циско за последнюю неделю подверглась неслабому хейту в инфополе Почему? Циско Мераки отключила клиентов РФ от облачных сервисов и заблокировала их устройства Циско Мераки – поставщик сетевого оборудования и IT-решений для крупномасштабных проектов, разработанных Циско Систем Продукты компании включают беспроводную связь, коммутацию, безопасность и камеры видеонаблюдения И все они централизованно управляются из интернета Инженер-консультант по системам Циско Систем Виктор Платов в своем профиле LinkedIn написал Что Циско Мераки взяли под свой контроль его личные устройства Мераки Удалили из его учетной записи, перенастроили точки доступа Причем все это произошло без какого-либо уведомления Представители Мераки подтвердили, что это было сделано по решению компании Однако очень по делу в своем блоге данную ситуацию прокомментировал Алексей Лукацкий Цитата, в этой истерии все забывают про один маленький нюанс Решения Мераки никогда не продавались в России Их просто не успели начать продавать Это должно было произойти весной 2022 года Также Алексей добавил, что не преуменьшает саму проблему удаленного отключения устройства Но все-таки советует проверять информацию, чтобы делать правильные выводы Следующая новость вам точно понравится Известные ИБ-специалисты создали новый вайпер Азов Вот как все было Эксперты по кибербезопасности обнаружили новый вайпер под названием Азов Ренсом Вара После установки он сканирует все диски на компьютере и шифрует любой файл, не имеющий расширения INI, DLL и EXE Жертва подвергается двойному шифрованию, сначала с помощью Азов Ренсом Вара, а затем с помощью программы-вымогателя Stop Но что самое интересное, что помимо выкупа в письме указывается, что за созданием вредоноса стоят известные ИБ-исследователи Из Bleeping Computer, Malvara Hunter Team и AdWintel А что еще более интересно, что жертвы не могут заплатить выкуп, так как операторы просто не выходят на связь Вредоносное ПО следует считать деструктивным, исследователь продолжает искать слабые места, так как на данный момент проблему решить невозможно Нотпетя — вирус, который трепал нам нервы в далеком прошлом, помянем былое Сюрих против Монделос, финал спустя пять лет Нотпетя — мощное кибероружие, маскирующееся под вымогательское ПО, общий ущерб от которого составил более 10 миллиардов долларов И хотя вредонос шифровал компьютеры, своих жертв и требовал выкупа, на самом деле зашифрованные данные было невозможно восстановить После случившейся пищевая компания Монделос подала иск по возмещению ущерба у страховой компании с требованием выплатить 100 лямов за причиненный ущерб Деньги серьезные, а серьезные деньги никто не хочет платить Сюрих пыталась доказать, что данный случай — это враждебные или военные действия Если бы это получилось доказать, то никаких денег страховая компания не должна выплачивать, ведь этого пункта нет в страховом полисе Выясняли пять лет, в итоге нашли компромисс и пошли на мировую, молодцы! А вот у кого-то судебные разбирательства вышли на роковой поворот Киберпреступник, который атаковал оператора Deutsch Telecom, осужден за управление рынком в Dark Web У киберголвореза из Британии Даниэла Кая большой послужной список Кая сливал в своем темном магазинчике данные, украденные у мегакорпораций Даниэл продавал аккаунты в Twitter и номера социального страхования в тандеме с группировкой The Dark Overlord Он стоял за разработкой вредоносного ПО GoFrat Наводящий шороху на правительственные учреждения США Но с самым громким делом Кайл был взлом оператора Deutsch Telecom в 2016 году Тогда хакер пытался захватить 900 тысяч маршрутизаторов для усиления мощности своего DDoS Botnet Но случайно вывел их из строя На данный момент темный магазинчик Даниэла уже не работает Кайл поплатился за прошлые грехи И уже дал свой согласие на экстрадицию с Кипра в США, чтобы предстать перед судом Прогресс не прощает никого, и давайте быть честными Нам это нравится Интерпол представил свою собственную метавселенную Недавно на 90 генеральной ассаблеи Интерпола в Нью-Дели была представлена первая в мире метавселенная для правоохранительных органов Были даже проведены специальные курсы по проверке проездных документов и досмотру пассажиров Затем студенты применили приобретенные знания на практике в виртуальном аэропорту метавселенной Так организация хочет стереть границы реального мира Чтобы взаимодействовать друг с другом без территориальных ограничений Чё сказать, круто И под финал первого блока Мандиант Китай хочет устроить раскол в обществе США Как вы знаете, скоро в Штатах пройдут выборы В связи с этим исследователи из Мандиант очень обеспокоены действиями группировки Dragon Bridge Хакеры используют агрессивную тактику с желанием отговорить граждан США от участия в выборах Поддельные статьи в интернете, в которых Штаты якобы поддерживают китайских хакеров Или где Америка выступает за беспорядки в Капитолии И это мы только разогреваемся Dragon Bridge изменили оригинальную статью на SingTao Daily так, будто портал утверждал, что АПТ-41 является хакерской группировкой США Ссылаясь при этом на исследования самих Мандиан, который идентифицировал АПТ-41 как китайских хакеров В этом ключе есть поддельные твиттер аккаунты, где АПТ-41 представляется как американские хакеры Дяде Джо тоже досталось С ним создали видео, в котором президент США задается философским вопросом о важности выборов И это не единственное видео подобного рода Доказательств довольно много Вопрос о том, что хакеры хотят создать раскол в обществе Конечно, громко сказано, но определенно точно у хакеров есть план и они его придерживаются В преддверии десятой кибербитвы стендов, которая пройдет 22-24 ноября Будто по запросу на этой неделе просто шквал новостей про взломы различных компаний и учреждений Надеюсь, представители компании посмотрят наш выпуск и после поучаствуют в кибербитве, чтобы не допустить повторения подобных сценариев Погнали! Австралийская компания Medibank подтвердила утечку данных своих клиентов История началась 12 октября, когда IT-команда Medibank зафиксировала подозрительную активность в своей сети В результате этого некоторые системы были отключены Тогда компания заявила, что в ходе инцидента системы не пострадали от вымогательского ПО, а все данные пользователей находятся в целостности и сохранности По итогу хакеры получили доступ ко всем личным данным ее клиентов и большому количеству данных об их заявлениях с жалобами на здоровье Говоря все клиенты, давайте уточним Medibank Privat — один из крупнейших австралийских частных поставщиков услуг медицинского страхования, работающих с четырьмя миллионами клиентов Жалобы клиентов на здоровье, данные иностранных клиентов — все утекло Компания всячески пытается замять ситуацию и оказывает поддержку пострадавшим Там все от горячей линии с психологом до финансовой поддержки Жилищное агентство Индианаполиса пострадало от вымогательской атаки Атака началась с того, что все сотрудники жилищного агентства Индианаполиса потеряли доступ к своей рабочей электронной почте И не смогли продолжать управление федеральной ваучерной программой на выбор жилья под названием Section 8 Из-за этого без жилья могут остаться восемь и три нолика семей в Индианаполис В арсенале кибершпионов Ким Чен Ына оказались три новых вредоноса Северокорейские хакеры пристально следят за соседями У них сразу три киберприцела, нацеленных на оппонента Первый маскируется под плагин безопасности в Google Второй — Hong Kong Office Viewer и загружает FastPay на одном из этапов заражения Причем FastPay может имитировать нажатие на экран, чтобы получить еще большее разрешение И третий — позволяет перехватывать смс-ки и получать полный контроль над устройством Уверен, в наше время конкуренции с зубами каждый хочет подглядеть Поэтому о безопасности забывать нельзя Крупнейшая в Европе компания по производству меди, немецкая Aurobis, подверглась хакерской атаке Из-за кибератаки пришлось отключить многие системы на сайтах Aurobis Компания утверждает, что производство удалось сохранить в значительной степени Вот это уточнение «производство удалось сохранить в значительной степени» звучит пугающе, когда речь идет о немецкой плавильне Компания на серьезном кипише старается разрешить проблемы, связанные с производством И это еще не все На этой неделе хакеры из Logbit 3.0 похитили данные у одного из международных лидеров в высоких технологиях Компании Talos Троян дриник для Android нацелен на пользователей 18 банков в Индии Клиенты Air New Zealand подвергаются непрекращающейся атакам с подстановкой данных Атаке подверглась Министерство обороны Австралии И еще одна атака на тяжелый металл BlackBite поразила Асаши Групп Холдинг – поставщика услуг для высокоточного литья металлов Короче, приглашаю всех на Standoff 2022 22-24 ноября Уже в десятый раз инфраструктура виртуального государства F окажется под шквалом хакерских атак А службы ИБ увидят недостатки инфраструктуры и разберут, как хакеры могут ее взломать Наблюдать за происходящим на мероприятии можно в онлайн-трансляции на сайте standoff365.com А вот еще, в этот раз в кибербитве будет настоящая интрига В составе команд атакующих не будет ни одной российской команды Защитникам будут противостоять ретим команды из Испании, Италии, Великобритании, Швейцарии, Индии и Дании И чтобы вы смотрели трансляции в фирменных футболках, предлагаю конкурс Сегодня было много взломанных металлургических компаний, и на этом и сыграем Ставьте хэштег standoff и опишите в комментарии недопустимые события для компаний, связанных с металлом И давайте пожестче, с бешенными суммами, миллионными базами и гендиректорами на грани стресса Всем удачи, два лучших комментария получат, вот такие футболки Минцифры готовит механизм легализации иностранного ПО, не имеющего российских аналогов Баланс дело тонкое, с одной стороны есть решения, которые нельзя заменить при нынешних реалиях С другой, если в той же реальности дать добро по полной продолжать закупать зарубежное ПО, то это может успокоить отечественных разработчиков создавать продукты для Российской Федерации Глава Минцифры Максут Шаддаев в ходе CNews Forum 2022 объявил, что к концу ноября текущего года Будет разработан механизм для легализации зарубежного ПО, не имеющего российских аналогов Правообладатели которого ушли из Российской Федерации Одна из таких возможностей — создание спецсчетов, куда пользователи могли бы отчислять средства За использование зарубежного софта, которые правообладатель может получить После возвращения в Российскую Федерацию Минцифры надеются решить вопрос с регулированием использования программного обеспечения Ушедших из России вендоров до конца ноября Киберпреступники продают доступ к 576 корпоративным сетям за 4 миллиона баксов Есть такое ужасное место, где продаются данные компании Называется биржа первоначального доступа А вот брокеры начального доступа — это хакеры, которые продают доступ к скомпрометированным корпоративным сетям Вот что говорят израильские исследователи из Кела В третьем квартале 2022 года 110 брокеров разместили 576 предложений первоначального доступа На общую сумму 4 миллиона долларов При этом средняя цена одной позиции составила 1350 долларов Разлетается к свежей пирожке среднее время продажи — полтора дня Больше всего данных из США — 30,5% А самыми распространенными секторами стали профессиональные услуги, производство и технологии Когда появляются такие новости, где-то грустит Денис Батронков Но игра с трафиком — это жёсткий спорт Кстати, про спорт, а точнее новость, которая заставляет потереть ручки мстительных игроманов Группа IB Букмекеры теряют 2 миллиарда рублей в год из онлайн-мошенников Индустрия с миллиардами оборотами стала очень привлекательной целью для злоумышленников И они обворовали данные конторы на два ярда, что, между прочим, 1% от годового оборота Тут мошенники действуют по-разному Незаконно получают бонусы Создают коридоры — это ставка, при которых обязательно выиграют одно или два пари на одно событие Ну и, конечно же, вилочные ставки Подборка пари на противоположные исходы одного события Группа IB говорит, что вложив в аккаунт злоумышленника 10 тысяч рублей Можно получить 50 тысяч Отличный коэффициент, между прочим Ну и под финал Весь мир против вымогательского ПО Белый дом бросает вызов киберпреступности Белый дом бросил вызов вымогательству И другим видом киберпреступности Принял у себя лидеров более чем 30 стран, а также представителей частного сектора Чтобы обсудить вопросы противодействия разрушительным атакам Заседание получило название «Инициатива по борьбе с вымогательским ПО» В мероприятии принимают участие Microsoft, PowerAlta Networks, Siemens, немецкий производитель корпоративного программного обеспечения SAP и B-компании CrowdStrike и Mondiant Конференция будет проходить за закрытыми дверями А первый день представители проведут штаб-квартире и ФБР В вымогательского ПО нет шансов Ну или немножечко уменьшились Всем привет, с вами Николай Анисения Это снова рубрика «Technical» Про баги, уязвимости и все, что связано со взломом Сегодня поговорим про две баги и обе в мобилках А их я просто обожаю Речь пойдет об уязвимости в Siri и об ошибке в Galaxy Store Получается iOS против Android Похоливарим! Исследователь Рэмбо опубликовал разбор уязвимости Siri Spy, которую он зарепортил в Apple в конце этого лета Давайте погрузимся в технические детали и разберемся, что же заставило Apple заплатить исследователю 7 штук баксов Уязвимость позволяет любому приложению с доступом к Bluetooth записывать разговоры с Siri, а также звук при диктовке клавиатуры если вы используете гарнитуру AirPods или Beats При этом приложение не запрашивает доступ к микрофону А значит, не горит красный индикатор его использования во время подслушивания Рэмбо долго мучил вопрос, почему качество звука в AirPods может проседать, когда вы разговариваете с людьми но этого никогда не происходит, когда вы беседуете с Siri Так как Рэмбо увлекается разработкой различных штуковин, упрощающих его работу то во время кодинга одной из таких AirBuddy он решил поиграться с Bluetooth Low Energy на своем Macbook чтобы впилить новую фичу Данных там летало довольно много, но исследователю привлек внимание определенный тип, поддерживающий уведомления Подключенные устройства могли подписаться на получение сообщений этого типа Покопавшись получше, Рэмбо выяснил, что этот тип данных используется Siri Повторив манипуляции с Bluetooth, но уже целенаправленно с использованием Siri он обнаружил, что голос, который слушает Siri, также относится к этому типу данных Рэмбо ужаснулся и решил протестировать свою находку на iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV Вилсаком бы одобрил такой став Это снеговичок на сноуборде Собрав дамп трафика со всех платформ и проинтерпретировав его как аудио он услышал что-то похожее на свой голос Все оказалось даже хуже, чем он предполагал Голос был не зашифрован Закопавшись еще глубже, Рэмбо понял, что ему нужен кодек Opus Тогда он собрал его под все платформы, где проводил тест и смог воспроизвести подслушные сообщения, на которые кто угодно может подписаться Оригинальный разбор содержит еще больше деталей поэтому если вам хочется пройти путем Рэмбо переходите по ссылке и проводите лето как Рэмбо Будьте хакерами Ну и обновитесь до iOS 16.1, там баг уже исправлен Вторая бага на сегодня это уязвимость в магазине приложений Galaxy Store Приложение магазина позволяло устанавливать и запускать любые приложения без ведома пользователя с помощью XSS Разбор опубликовала комьюнити SSD Основная проблема это диплинки Вы же помните, что мобильные приложения тоже умеют с ними работать Атакующий мог передать свою ссылку приложению Galaxy Store что из-за отсутствия фильтрации приводило к исполнению произвольного JavaScript кода внутри встраиваемого браузера WebView от имени Galaxy Store Сперва исследователь обнаружил страницу с ошибкой Запомним, она нам еще понадобится Отсюда начался путь погружения исследователя в приложение а точнее в обработку ссылок Внимание исследователя привлекла следующая ссылка где в параметре URL можно передать произвольную ссылку для открытия внутри WebView приложения Galaxy Store классическая точка входа Однако при открытии ссылки приложение возвращалось на страницу с ошибкой которую я просил вас запомнить Фишка в том, что при возврате на страницу подставлялись произвольные данные без фильтрации что и приводило к внедрению JavaScript с помощью отраженной XSS и снова классика Обычно в таких случаях нужно проверить что доступно JavaScript внутри WebView Переопределение и открытие ссылок именно так исследователь и поступил Он обнаружил интерфейс Galaxy Store который содержал два опасных метода DownloadApp для скачивания приложения из Store и OpenApp для его запуска Вызвав эти методы с помощью обнаруженной XSS внутри WebView мы получаем загрузку и запуск произвольных приложений например, калькулятора и это тоже классический пример Profit Samsung, кстати, молодцы у них уже все запатчено Кстати, у меня появился свой Telegram-канал где я рассказываю плюс-минус то же самое но с большим погружением в детали поэтому, если вам интересно, ссылка в описании На этом все с вами был Николай Анисения рубрика Technicall а теперь по классике погнали на 60 секунд NASA представил команду лучших ученых для изучения НЛО Тражи Галактики и 16 человек ответят какие объекты в небе являются естественными чтобы потомкам спокойно летало с неба Индия штрафовала Google на 114 миллионов долларов за монополию в Google Play Индусов бесит, что в Google можно использовать только одну платежную систему Это не честно Они не стали ждать реаконации сервиса и штрафовали его здесь и сейчас Харе Кришне Китай создаст свои госуслуги Одно не укладывается у меня в голове Как такое количество людей существовало без них все это время? Бизнес-журнал Fast Company взломали с помощью пароля Pizza123 Такой пароль использовался в нескольких учетных записях администраторов Наказание хакер сделал рассылку с непристойными предложениями New York Post сообщил о взломе ее сайта и странице в Twitter Злоумышленник выложил на сайте клевету на президента Мы разберемся В итоге отказался сотрудник И смехи грех Роскомнадзор заблокировал домен коротких ссылок Telegram Это случилось 29 октября в 9 вечера Вскоре домен снова разблокировали Роскомнадзор говорит, что ни при чем Ну что только не случается в субботу вечером А на этом все С вами был Александр Антипов в канале информационной безопасности Читайте наши новости Смотрите наши видео И никогда не верьте женщинам из Таиланда Потому что все мужчины врут Надо своему другу так написать Звук-звук Жилищная агент Второй Общий Укибергова 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 Да, это я это слово придумал Укибергова 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 У Сложность Он стоял за Он стоял за Ну вообще какой-нибудь стул с жесткой спинкой был бы лучше, конечно Как этот злой сегодня Место моего лица Брежнева поставить можно, блин Тестиков сатаны Почему медибанк жалобы на здоровье? Объясните мне НАСА НАСА Представил НАСА НАСА Представил НАСА А чем компания вообще занимается? Берите там что-нибудь там секс-пицца и что-нибудь такое Если вы используете с интонацией говно Еще раз Самкс Самсунг Сложное слово Самсунг Самсунг Никаких шуточек Поэтому у нас очень серьезная передача